Почти 8,5 тысяч человек приняли участие в крещенских купаниях в Солнечногории. Главным местом празднования по традиции стала купель на Сенеже. Впервые территорию украсили ледяные фигуры и аллеи из подсвеченных деревьев. На всех 14 оборудованных площадках дежурили медики и спасатели. Гостей угощали имбирным чаем с ушками. А иордань на озере Сенеж вошла в топ лучших мест для купания в Подмосковье путеводители по Московской области. На первом заседании Молодежного парламента утвердили председателя, заместителей и регламент совещательного органа при Совете депутатов. В состав Молодежного парламента вошли 14 человек. Они распределились по комиссиям. Одни будут курировать вопросы соцполитики, другие – экологии, благоустройства и культуры. В Солнечногории приняли единые требования к ограждению стройплощадок. Согласно новым правилам, ограждение должно быть санкционным, высотой не менее двух метров и оборудовано въездной группой. В местах массового прохода людей вдоль улиц и проездов необходимо устанавливать сплошной защитный козырек и тротуар шириной не менее 80 сантиметров, а также перила. Даже цвет должен строго соответствовать цветовому стандарту, как на образце. В округе продолжается кампания по приведению торговых объектов в соответствие. Под бульдозер по решению суда попал торговый центр в Андреевке. В 2017 году он был признан судом самовольным строением по иску федеральной сетевой компании, управляющей линиями электропередач. Постройка располагалась прямо под высоковольтной линией. По такому же сценарию местные власти после вынесения соответствующих судебных решений намерены разобраться и с другими незаконными постройками, находящимися на территории под ЛЭП в Андреевке. Власти округа обсудили возможности сотрудничества и пути взаимодействия с руководством Государственного научно-исследовательского метрологического института Росстандарта в Менделеево. Предприятие основано в 1955 году и на сегодняшний день является важнейшим звеном в управлении национальной системой обеспечения единства измерений. В институте активно ведется работа в области ионизирующих излучений, которые используются в атомной промышленности, ядерной энергетике и современной медицине. Объявлен тендер на разработку архитектурно-планировочной концепции проектно-сметной документации на благоустройство городского парка в Солнечногорске. Реконструкцию планируют выполнить в едином стилистическом решении с набережной озера Сенеж. В парке предусматриваются система навигации, бетонная или гранитная плитка на основных пешеходных маршрутах, озеленение ограждения по периметру парка, освещение дорожек и подсветка видовых зон, площадь для массовых мероприятий, игровые и спортивные площадки, зона для экстремальных видов спорта и тихого отдыха и видеонаблюдения. При необходимости возможно размещение павильонов в кафе, проката и мастер-классов.